Тверская область вступает в новый этап своего развития. Об этом губернатор Игорь Руденя заявил в ходе заседания регионального правительства, которое прошло в среду 2 декабря. Его главной темой стало рассмотрение регионального бюджета на ближайшие три года. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Работа по основным направлениям в бюджетном процессе Тверской области на ближайшие три года в первую очередь должна быть направлена на достижение тех целей национального развития, которые определил президент страны Владимир Путин. С этого заявления, открывая очередное заседание регионального правительства, начал губернатор Игорь Руденя. Для Верхней Волжи, подчеркнул глава региона, основными приоритетами в заявленный период являются развитие промышленности, сельского хозяйства, строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры, газификация региона и другие направления. Существенная добавка плюс один миллиард на поддержание здравоохранения. В основном это заработная плата нашим врачам. Мы понимаем, что очень большая нагрузка. И она, к сожалению, еще будет продолжаться какое-то время. Также важное место в проекте областного бюджета на ближайшие три года занимает поддержка социальной сферы, модернизация объектов образования и здравоохранения, развитие отраслевого образования. По оценкам Министерства финансов Тверской области, в следующем году запланирован рост доходной части региональной казны. По данным ведомства, в 2021 году доходы составят 81,5 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2020-м эта цифра равняла 77,1 миллиарда рублей. Предполагается, что по сравнению с 2016-м к 2023-му году доходы вырастут практически на 30 миллиардов рублей, более чем в полтора раза. Объем финансовых средств на выполнение в Тверской области мероприятий и национальных проектов в ближайшие три года составит 43,5 миллиарда рублей. То, к чему мы последовательно шли четыре года, мы можем сказать, что бюджет стал более устойчив. Больший объем денег идет на поддержку реального сектора экономики. Это промышленность, производство, туристический сектор, инфраструктура. Ну и, конечно, надо отметить, что и эффективность использования природных ресурсов, и доходная часть, она, конечно, формируется уже и в том числе нашими региональными налогоплательщиками. Одно из ключевых направлений в экономике считает глава региона реализация новых инвестпроектов. К таковым можно отнести инновационно-промышленный парк Боровлева-3 и промтехнопарк КСК, а также переселение жителей комплекса Морозовский городок. Будет продолжена поддержка предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение федеральных средств на развитие промышленного комплекса региона, что позволит обеспечить рост налоговых поступлений и создание высокопроизводительных рабочих мест. Это крупные объекты здравоохранения, это крупные объекты дорожной инфраструктуры, это наша детско-областная больница, это две поликлиники в городе Кимр, это поликлиника детская в городе Твери, в городе Торжке, это школа, детские сады, это газификация, которая у нас есть, это котельная, это теплоснабжающий комплекс модернизации. Кроме того, предусмотрены средства на модернизацию 19 объектов водоснабжения и водоотведения. Семи объектов теплоэнергетического комплекса, развитие туристической отрасли, включая создание обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море», охрану окружающей среды, реализацию программ благоустройства, финансовую поддержку муниципалитетов. Общие сложности отмечают в правительстве Тверской области. Бюджет региона сформирован на основе 28 государственных программ.